Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире «Особый взгляд». Всячески приветствую у нас в студии Владимира Мукусева. Володя, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, давайте начнем обзор наших сегодняшних событий, того, что происходит в жизни. Вот академик Алфеоров, человек непростой, а нобелевский луряд, покинул сегодня общественный совет при Миноборнауке из-за разногласий с министром Ливановым. Вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, это правильно, когда в знак несогласия человек покидает общественный совет? Может быть, надо внутри там как-то влиять? Это говорит вот о чем, что Аллафеорову некуда деваться, ему некому прийти и некому идти, чтобы рассказать о своей боли, как ученого, блистательного ученого, о боли Академии наук, о науке в целом, о субсидировании. Некому прийти, ну вот к Лушникову разве что, а на первый, второй, там и энное количество луреканалов идти бессмысленно, потому что ты как-то измажешься, а под все то, что там, так сказать, тебя будет окружать, до тебя и после тебя. Понимаешь, вот, наверное, это плохо, когда в одной стране правительство и, так сказать, как бы элита страны находятся в конфронтации, неправильно это. Но с другой стороны, повторяю, все дело в том, что Аллафеорову, судя по всему, много раз приходилось достукиваться, но так он и не достучался до тех, кто мог бы решить проблемы науки. И они оказываются вдруг крайние. Какой-то, так сказать, извините, пацан, ну, в кавычках, да, чтобы никого не обидеть и не вызвать судебное, так сказать, чего-то там, мальчишка в науке, по идее, ничего в ней не понимающий, не добившийся никаких результатов, не имеющий права занимать это место, походя оскорбляет огромное количество, так сказать, в том числе и достаточно серьезных, не только по возрасту, а по значимости для страны людей. Вот я думаю, я думаю, что это для привлечения внимания к проблеме, а не для того, чтобы высказать свое недовольство, там, обиду или там что-то еще. Аллаферов не тот человек. Слушай, ну, давай вот вернусь сейчас в события, которые совсем вот недавно произошли, но которые весьма резонансны, это смерть Березовского. Ты вообще знаком был с Березовским? Лично мы ни разу с ним не встречались. Очень активно фамилия Березовского стала звучать в связи со смертью Владика Листьева, да, моего коллеги, товарища, там, ученика и так далее. Для меня же Березовский, так сказать, вот ввалился в мою жизнь, это сразу после 93-го года, когда он стал активно работать в медиабизнесе. Фамилия Березовский для меня навсегда связана с одной такой для меня, ну, не то чтобы трагической, а печальной, так сказать, какой-то ситуацией, когда он фактически уничтожил все то, чему я отдал более 14 лет своей жизни, я имею в виду центральное телевидение. Мы ему должны быть благодарны, так сказать, в кавычках, созданию вот этой самой команды под названием ОРТ. Мы ему должны быть благодарны за назначение после смерти Листьева Костика Эрнста, так сказать, на это место, вот такого типичного подберезовика и энного количества, так сказать, других людей, которые сегодня работают на ОРТ, так сказать, и вот, так сказать, мы ему, в кавычках, опять же, должны быть благодарны Березовскому в то, что тогда телевидение превратилось из некого, ну, не то чтобы рупора правды, понятно, что при коммунистах, кстати, правды не было, но понятие все-таки некое, некий профессионализм, хотя бы, так сказать, вот вместе с Березовским ушел тогда из центрального телевидения, бывшего центрального телевидения, из Астангина, в принципе, а туда пришел коммерческий ларек, бабки, 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 вот что, так сказать, владело у мамы тех, кого привел Березовский вместе с собой. Ну и дальше, так сказать, вот это началась эта история со всем тем, что для него стало главным после 95-го года, а вернее до того, но он прекрасно понимал, что к этому дело идет, это превращение вот этого самого телевидения в мощнейший рычаг такой политической игры под названием выборы. Он прекрасно понимал, что Ельцина выберут, ну тоже опять же, так сказать, много кавычек сегодня я делаю, ну так сказать, удастся, скажем так, Ельцина сохранить, тело Ельцина сохранить в этом самом кресле президентским, если за это будет не просто драться, а этим будет заниматься первый тогда телевизионный канал. То есть, кого выберет, так сказать, первый телевизионный канал, тот и будет сидеть в президентском кресле. Вот для чего ему нужен был Листьев, вот почему глупый и несусветский, так сказать, как-то примитивно, без каких бы то ни было даже доводов существенных и каких-то серьезных, был обозначен Березовский, чуть ли не как, так сказать, один из организаторов убийства Листьева. Хотя как раз Березовскому-то Листьеву было нужен во главе этой самой конторы под названием ОРТ, потому что ОРТ должно было оставить Ельцина в президентском кресле. И Листьев для этого подходил лучше, чем кто-либо другой, потому что, во-первых, был раскрученный звездой, безусловной звездой, телевизионным журналистом, умеющим делать, создавать телепроекты, плюс при этом, извини, не очень, так сказать, умным человеком, не очень хитрым. Его можно было за деньги обмануть. Листьев для Березовского был бы, так сказать, идеальной фигурой. И потом нужно было много листьев, так сказать, назначать на его место, чтобы вот эту задачу, которую ставил Березовский перед телевидением, оставить Ельцина в президентском кресле, это самое телевидение выполнило. Голосуй сердцем, если ты помнишь. Голосуй сердцем, не головой, голосуй сердцем. И народ клюнул, народ проголосовал сердцем. Ну, голосуй и проиграешь, это тоже из оттуда. Так что вот что такое для меня Березовский. Это такое для меня, ну, как для человека, который до сих пор вне профессии, благодаря Березовскому, для меня это абсолютное зло. Но я ловлю себя здесь за язык, потому что я прекрасно понимаю, что, ну, во-первых, он ушел, и как бы не стоит уж сейчас на него наваливаться, как это делал вчера, смешно, и стыдно было глядеть на второй канал, на этого несчастного Мамонтова, так сказать. Который вызывает, скорее, жалость даже, чем отвращение. Вот на все то, вдруг потерялись. Ребята потерялись. Они не знают, что теперь делать с Березовским. Потому что, ну, Березовский же привел, так сказать, в Кремль, в это кремлевское кресло Путина. А как об этом вот теперь не говорить? Вот как-то надо так сказать, что вот Березовский, так сказать, вот он все-таки гад. Но ведь они же вместе были, они же вместе работали. И вот они, знаешь, как уши под вилами, так сказать, пытались вчера эту историю каким-то образом раскрутить. Раскрутили очень банально. Так вот, повторяю, для меня Березовский в этом смысле человек, который... Смысл деятельности которого были... Состоял из двух пунктов. Деньги, которые делают власть. И власть, которая ведет, так сказать, к деньгам. Вот в этом диполе он существовал. И делал в этом смысле какие-то такие совершенно блестящие иногда проекты. И нельзя в этом ему совершенно, так сказать, отказать. Но, вот, кстати, еще одна штука, за что я сильно, как бы... Ну, не то, что недолюбливаю Березовского, не моего уровня, что ли, размышления, но я очень хорошо помню, как в нашей жизни, впервые появилось слово «заложники». И, так сказать, рядом где-то слово там «работорговцы». Я имею в виду историю с Чечней, с тем, как у двояков оказывались сначала просто наши военные, по-моему, это был Омский ОМОН, когда Березовский был первым, кто предложил обменять, а точнее выкупить этих самых наших солдат, наших офицеров, у чеченских боевиков. Казалось бы, благородное дело, ты чего, Мукусев, с ума сошел, так сказать, это же надо было делать, да, могут сейчас сказать кто-нибудь из тех, кто смотрит. Но дело было в том, что впервые была осуществлена комбинация бабки взамен на наших людей. Рынок, появился рынок работорговли, и рынок стал разогреваться с помощью Березовского, и потом пошли похищения журналистов, снова, так сказать, Борис Абрамович, снова бабки, сюда пресс-конференция журналистов спасли, ой, как здорово, как хорошо, и боевики поняли, что отчего их, собственно, убивать-то, этих самых несчастных, этих русских, несчастных журналистов, офицеров, ими можно торговать. И вот эта вакханалия потом, когда уже Березовский вроде бы от этого отошел, потому что денег надо было все больше и больше, она, к сожалению, потом превратилась, ах, за вас не платят, так мы вас страшной смертью-то и погубим. Так что вот во главе всей этой истории торговли людьми тоже стоял Борис Абрамович. Вот смотри, сколько ты вытащил из меня, совершенно неожиданных вещей, которые я... — Было Хасавюрт? — Было Хасавюрт, да, но я, знаешь, за Хасавюрт, вот, слава богу, я был не просто знаком, а близко знаком с Александром Ивановичем Лебедем, и все-таки Хасавюрт — это лебедь, а не Березовский, и... — Переговоры изначально начинал с Березовским. — Да, конечно, но, тем не менее, так сказать, понимаешь, вот мы проиграли Лебедя, и он так бесславно, в том числе, так сказать, вот царство его небесное, да, он погиб в авиакатастрофе, я был на этом месте, и я знаю, что это действительно была авиакатастрофа, а не что-либо другое, это была случайность. Тем не менее, вот этот вот взлет от 14%, который он получил на президентских выборах, это бодаясь-то с самим Ельцином, да, когда вся, все средства массовой информации, все было, так сказать, за Ельцина, а Лебедь был один, и он, тем не менее, так сказать, сумел получить с ноля до 14%, он, так сказать, вырос его рейтинг. Вот секретарь Совета Безопасности, мощнейшая, так сказать, должность, но уже, к сожалению, за, полученная за эти самые, как бы, голоса, хотя механических нельзя было переведать, но было понятно, что Лебедь и Ельцин, это, так сказать, одна команда. Губернатор Красноярского края и вот это самое падение вместе с краем, вместе со всем тем чудовищным воровством, которое там началось или, так сказать, развелось после его там появления и так далее. И вот этот харизматичный, абсолютно такой русский нормальный мужик, прошедший Приднестровье, Афганистан, вот мы уже в Афганистане с ним были вместе и так далее, вот он, к сожалению, попав не в свое дело, оказавшись вот в среде вот этих менял торговцев, Березовских, мы проиграли человека, который мог бы возглавить, между прочим, и Россию. Вот мы проиграли человека, вот Березовский, к чему бы ни прикасался, он это уничтожал, вернее, уничтожала его вот эта вот страсть к бабкам, страсть к авантюрным бабкам, не бабки ради бабок, а бабки, чтобы этими бабками что-нибудь можно было бы сделать. И, к сожалению, мне кажется, минусов здесь куда больше, чем плюсов. Простите меня, пожалуйста, Борис Абрамович. Ух, да. Скажи, пожалуйста, ну не могу не спросить, конечно, о смерти Березовского. Твои ощущения, это вообще своя смерть, это самоубийство, это вообще что? — Знаешь, очень хочется верить в английское понимание того, что произошло, и в их тщательность, в их неподкупность, я имею в виду тех, кто сейчас занимается, всем начиная от вскрытия, кончая расследование этого дела. И что мы узнаем, так сказать, правду о том, что произошло с Березовским. Я не очень верю в ситуацию самоубийства. На мой взгляд, самоубийственно было для него, во всяком случае, участвовать в этой игре под названием, так сказать, преемник операции, Ельцин-Путин. Вот посмотри мое интервью, оно вышло в 2000 году. У меня там просто есть фраза, так сказать, о том, что Березовский подписал себе приговор, потому что Путин никогда не простит человека, который, так сказать, ему открыл дорогу к вершинам власти. Как ты демонизируешь. Тем не менее, я просто вот о чем. Понимаешь, если бы это вот все случилось там 7 октября, я бы понял, что вот здесь есть какие-то связи, что опять кто-то Путину сделал подарок. Учитывая, что, слава богу, ну, я имею в виду Аню Политковскую, да, вот 7 октября, ведь она была убита в день рождения Владимира Владимировича. Я просто к тому, что у меня есть ощущение, что искать здесь ледоруб, искать здесь, так сказать, вот руку Москвы, ну, как минимум странно. Потому что, ну, уже сегодня Березовский, как мне кажется. Вот мне тоже так кажется. Он вообще... Не представляет ни для кого никакого. Ну, хорошо. Ну, вот сейчас бы там, не дай бог, конечно, обрушился бы, очередной там трамплин в Сочи и так далее. Конечно, был бы виноват Березовский и так далее. Но уже это стало давно смешным. Ну, слушай, 11 человек, только на нем висит якобы им убитых, так сказать, понимаешь? Вот все, кто... Вот все политические убийства, это Березовский. Пусть и рает это Березовский. Ну, то есть это уже... Это вот только мамонты вы могли такое, так сказать, придумать там или там повторить то, что им сказали, говорили там, так сказать, их эти самые кураторы. То есть я не думаю, что сегодня Березовский реально кому-либо мешал до такой степени, чтобы его убивать. Нет, а хорошо, извини. А вот я про другой, честно говоря, вариант имел в виду. Про вариант того, что кто-то его из своих, не своих, других, чужих и так далее убивает с целью того, чтобы подумали все на того, кто мог бы типа быть к этому причастен. Я имею в виду, вот как ты сразу же сказал, про Путина, да? Все бы подумали, что это Путин, а на самом деле это делал какой-нибудь там Иванов, там, Срукожанский. Понимаешь, вот говорить о том, что Березовского убил Путин, так же, как мне кажется, смешно, как говорить о том, что Березовский там устраивал эту пляску в храме Христа Спасителя. Все это какая-то бессмыслица. У меня есть ощущение, что вот последняя история с борьбой с Абрамовичем за бабки привела Березовского из состояния, так сказать, абсолютного, чуть ли не как он, наверное, думал, повелителя мира, учитывая все-таки реальные, так сказать, какие-то суммы, которые у него существовали, оценивающиеся там с десятью нулями, да, уже. Ну, миллиарды. Да, миллиарды, да. А вот все то, что, так сказать, у него осталось, вот эта странная история с продажей картины «Красный Ленин» там за 20 или 30 тысяч долларов, это, то есть, цена кружки с водой для Березовского, так сказать, ну, 20 тысяч долларов, ну, смешно. У меня есть ощущение, что вот поиски виновных в его смерти, даже если это будет, там, не знаю, удушение самого себя, да, они все равно приведут к деньгам. Ни к власти, ни к Путину, ни к Кремлю, они все равно приведут к деньгам. Какая-то комбинация, которую очередной раз играл Березовский, где-то кому-то понадобила своего смерть как выход из какой-то ситуации. Лучший выход, чем если бы он остался жив. Вот я думаю так. Извини, что я, может быть, не очень последовательен, так сказать, в своих рассуждениях и глубок, но у меня есть ощущение, что он стал жертвой своих же, собственно, денег, а вернее, так сказать, вот отсутствия их, скажем так. Недостаток денег. Недостаток денег. Давай у нас звоночек, я так думаю, что, наверное, будет по этой же теме. Говорите, пожалуйста. Алло. Говорите, пожалуйста. Можно задать вопрос? Конечно. Говорите. Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый гость студии. Я хотел бы спросить у Костя чисто теоретический вопрос. Вот как на его взгляд, существует ли в России демократия, то есть власть народа, или это мягкая диктатура определенной группы госчиновников, а во все остальные, Госдума, Совет Федерации, это просто декорация для Запада. Вот что вы скажете насчет этой версии. Простите, как вас зовут? Только не уходите, пожалуйста, из эфира. Как вас зовут? Ушел, ушел уже. Ну, вот, понимаете, ну, давайте мы будем говорить о том, что Волга впадает в Каспийское море, и как я думаю о том, впадает ли она в Каспийское море, или, как сказали претенденты на роль ведущих в общественное телевидение, что Волга впадает в Енисей. Вот была там такая девочка, которая хотела быть журналисткой, ведущей, так сказать, и сказала подобное. Понимаете, все здесь ведь очень просто. Чего мы будем играть в дурака-то друг с другом? Вы были на последних выборах? Скажите мне, не знаю, как вас зовут, к сожалению, вы ушли из эфира. Вы помните, из кого и как вы выбирали? Вы помните, какие... что вы видели при этом на телевизионных экранах? Вы выбирали человека или выбирали программу? Ну и так далее, и так далее. Вы бывали в наших судах? Надеюсь, что нет. А я в силу, так сказать, разных обстоятельств периодически там бываю. Вы убеждены, что сегодня второй, например, приговор по Ходорковскому, это правильно, и пусть сидит, и потому что, так сказать, вот и двушечка вот этим плесунем испусирает, это тоже правильно. Ну и так далее. Давайте будем перечислять то, что, ну, очевидно и банально, то, чего у нас нет, потому что свободные выборы, свободная пресса, независимый суд, это три вот мощнейших ноги, на которых стоит вот этот стол демократический. И если этих трех ног нет, то вот мы можем сколько угодно тут крепиться, так сказать, и держать, вот, не знаю, всеми своими членами Леши Лушникова этот стол, и все равно он грохнется, грохнется, потому что... Образы, образы Владимира Букусева неподражаемые. Понимаете, о чем я? Ну, чего вы меня заводите на банальные вещи? Вы же все это прекрасно знаете. Давай, 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 вот другой вопрос у меня есть. Или еще звоночек снимем. Ну, давай снимем еще. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Борис. Да, Борис. Вот согласитесь ли вы с такой мыслью, что при авторитарных режимах в России всегда появляется фигура серого кардинала. Это, например, Победановцев, Распутин. Берон. Скажем, Троцкий, возможно, да. Это тот же Березовский, да. А сейчас кто у нас эту роль играет? Спасибо. Вы знаете, вот Леша смеется, а мне не до улыбок. Вот не до улыбок. Ну, извини, Леша, я не хочу тебя в смысле обидеть или что-то. Понимаете, какая штука? Вот как мне хотелось и делали там в свое время очень много для того, чтобы вырваться вот из этого порочного круга существования, так сказать, как бы власти для вот народа, существования реальной власти, как вы говорите, серых кардиналов, из существования, так сказать, неких сил, которых вот эти фигуры, которые эти фигуры двигают на этой самой политической доске. И такое было. Я позволю себе, может быть, это не очень скромно напомнить вам, что перед вами сидит человек, за которого проголосовало 2 миллиона человек. 2 миллиона человек — это население приличной европейской страны. Понимаете, я был плохим депутатом, мы были плохими депутатами, нас расстреляли, может быть, правильно, кто-то считает до сих пор и так далее. Но был момент, когда вот это понятие народовластия дошло до того, что, по идее, мы были подотчетны вам, вы выбирали нас, и если бы пошло так, а не расстреляли нас, я думаю, что вот места для серого кардинала не осталось бы. А вернее, они бы ушли, так сказать, не то чтобы в небытие, а в некие абсолютно, некие маргинальные структуры, связанные с бабками, с криминалом абсолютно, ну, то, что есть в любой стране, какой бы она демократической ни была. Сегодня, я думаю, что мы можем назвать не фамилию, а место, где существуют эти самые, так сказать, серые кардиналы. Это администрация президента. Безусловно. Это вот такой коллективный серый кардинал. А Березовский тоже серый кардинал? Думаю, что какой он серый. Он просто был кардиналом, так сказать, ну, не в шапочке, а в кипе. Ну, и все. Володь, вот еще одна тема, достаточно любопытная. Я уж все-таки возвращаюсь к новостям сегодняшнего дня. В Петербург перескакиваем. Законодательное собрание Санкт-Петербурга, депутаты законодательного собрания Петербурга сегодня приняли в первом чтении инициативу небезызвестного многим петербуржцам депутата Милонова о введении полуденного звона колоколов Исаакиевского собора. Ну, вот, собственно говоря, такая традиция была, как утверждают, до 1852 года. Нет, простите, она только появилась в 1852 году. Но была свернута в период Советского Союза. И вот, собственно говоря, были внесены изменения в устав города для того, чтобы каждый полдень Исаакиевский собор своими колоколами возвещал Старому Петербургу о том, что середина дня. Ну, или полдень, да? Середина дня. Вот хорошо это или плохо? Стоит такое поддержать или нет? Ты знаешь, у меня есть ощущение, что есть абсолютный бренд, такой, как, не знаю, мосты, как белые ночи, как корюшка. Это удар пушки. Выстрел пушки в 12 часов. Питерский абсолютно бренд, хотя где-то это еще есть, по-моему, не в 12, а где-то в другое время в каком-то городе тоже стреляют, но неважно. Важно то, что, так сказать, это у нас есть. И мне кажется, этого достаточно, учитывая вот напряженность нашей жизни, которая как раз в этот момент происходит в самых разных местах, начиная там от предприятий, заводов, институтов и так далее, кончая школами, там, не знаю, детскими садами, вот телекомпаниями или где угодно. Звон колокольный, в моем понимании, это все-таки некое значимое событие, более значимое, чем просто полдень. Для меня колокол, это вообще-то вещь совершенно сакральная, и не только потому, что мы все знаем истории, когда языки колокола, так сказать, колокола наказывались. И, по-моему, блистательная работа Тарковского, я имею в виду, господи, прости меня, Андрей Рублев, вот история, как делается этот колокол, как он становится, ну, почти что живым, рождение колокола, это как рождение ребенка, только, так сказать, который рожает огромное количество людей, и во главе которого, вот, в блистательном исполнении Бурлеева, так сказать, этот мальчик фактически этот колокол сделал. То есть для меня колокол, это все-таки, это вещь событийная, малиновый колокольный звон на праздник и на бат, когда беда, это все-таки разовые события, а не ежедневные события. Поэтому, не потому, что Милонов не отвратительный, я говорю об этом, а потому, что, так сказать... Не, почему многие его любят? Ты знаешь, я просидел с ним в пятой студии у Ники Стрижак, час в эфире, рядом, как не отодвигался, я не мог никуда деться от этого запаха странной смеси. Нет, я никого не хочу обидеть, господин Милонов, вы удивительный человек, но как у меня было ощущение, что он пользуется дезотарантом в таком чудовищном количестве, что это уже, так сказать, ну, хорошо, извините, пожалуйста, господин Милонов, я ничего не хочу сказать, просто, может быть, у меня обостренные, так сказать, эти самые... Обонятельные рефлексы. Да, обонятельные, но нельзя столько выливать на себя, так сказать, во всяких этих пахучих жидкостей. Сколько хочет, пускай столько на себя и выливает. Согласен, я же извинился уже, я еще раз извиняюсь, так сказать. Значит, вот сегодня произошло... Ты член Союза журналистов Москвы, скажи мне. Москвы нет, я член Союза журналистов Петербурга и член Союза журналистов Твои московские коллеги сегодня проводили съезд. И на съезде они единогласно избрали руководителем, собственно говоря, московской журналистской организации, переизбрали Павла Гусева. Как ты помнишь, совсем недавно Государственная дума, в общем-то... Да еще не кончилось ничего, Леш, еще ничего не кончилось. что несопоставимо, чтобы он возглавлял Союз журналистов, а то тут переизбрали. И сегодня депутат Исаев сказал, что это журналисты бросили вызов Государственной думы таким вот голосованием. Какое дело вообще-то депутатам Государственной думы до того, что решает общественная организация? Не трогали бы они при всех моих, так сказать, внутренних противоречиях с этой организацией нас? Вот не надо этого делать. Я никого не угрожаю, но, так сказать, понимаешь, есть некие вещи, за которые эту самую Госдуму можно было бы нам с тобой здесь провести, не знаю, двадцать часов или там сто двадцать часов марафона, и мы бы обсуждали их действия, да, и мы бы имели на это право, потому что они содержанки наши, они очень не любят слово проститутки, хорошо, они наши содержанки, потому что они существуют на наши с тобой налоги, то есть на нашу с тобой зарплату, на наш с тобой труд. А что касается общественной организации типа Московского Союза журналистов, не чего туда совать свой нос, это не их дело, кого хотели, того выбрали. Другое дело, ты знаешь, за этим есть, вот за этим конфликтом Дума, журналисты, есть ведь, как мне кажется, может быть, я сейчас навлеку на себя гнев моих коллег, наших с тобой коллег-журналистов, но есть ведь и наша беда, мы тоже нечисты, и мы за последние 20 лет столько раз доказывали, что эта самая проблема профессии древнейшей, не древнейшей, она впрямую имеет отношение к нам. Столько раз нас, к сожалению, нас, хоть я и 20 лет сегодня, вот уже в этом году исполнилось 20 лет, как я запрещен, как журналист, да, на сентральных телевизионных каналах, но мои-то коллеги там, разве то, что сегодня делает первый и второй канал, а тем более НТВ, это не проституция в самом страшном, грязном, отвратительном смысле этого слова, разве то, что делает тот же Паша Гусев, так сказать, вот мой, ну не то чтобы товарищ, но хорошо знакомый мне человек, публикуя то, что пишет Хинштейн, это как называется, а ведь когда приходит Хинштейн, как вот говорит мне, рассказывает Саша Минкин, мой товарищ близкий, да, ведь там с этажа все уходят, журналисты, когда там появляется Хинштейн, потому что вместе с Хинштейном в эту самую московскую редакцию московского комсомольца приходит то, что называется слив, недаром Хинштейна называют сливным бачком, и не только Хинштейн, но московский комсомолец ведь это печатает, и есть люди, которые читают и верят всему этому, понимаешь, то есть мы тоже нечисты во всей этой истории, конечно, мы чище, чем там любой из думцев, и уж тем более думы все вместе взяты, но мы не можем вот так вот открыто выйти, знаешь, к барьеру и сказать, ребята, ну-ка давайте, вот стреляйте меня тот, кто-то, так сказать, найдет, не знаю, на мне темное пятно, да вся журналистика сегодня это большое темное пятно, поэтому это хорошо, что вот это всколыхнулось, понимаешь, это хорошо, потому что сейчас мне, например, с моими студентами проще говорить о значимости нашей с тобой профессии, о том, что мы из себя представляем, ведь дошло до того, что они мне показывают, ну скажите, вот, вот некто волен, какой-то волен, пришел к преподавателям журналистики совсем недавно и сказал, ребята, а он, между прочим, заместитель министра по СМИ, что бросьте вы там про какую-то свою миссию про права человека, там еще, все это фигня собачья, учите детей работать на дядю, то есть сегодняшняя власть в открытую говорит, нам нужны проститутки, а не журналисты, сыц, тоже мне четвертая власть, никакой четвертой власти, а вы нас чему учите, чему учат ваши коллеги нас, быть честным, правдивым, там долг и так далее, да что за фигня, мы же знаем, Владимир Владимирович, сколько вы получаете, мы же знаем вашу зарплату, и вы хотите, чтобы вы там Аскара Носис, да, вот вы такой, пятый, десятый заслуженный человек, вот так заканчивали свою жизнь за копейки. Знали, сколько получают, что это мало, я правильно понимаю? Ну конечно. Ну нет, может ты просто скажи, потому что не все же знают, что ты мало получаешь. Преподаватель, я думаю, смотрит на час, они же прекрасно понимают, сколько получают преподавателей. Бог с ним, так сказать, может быть это не тема нашей беседы, я просто к тому, что в конфликте власть, в данном случае первая, да, законодательная власть, и власть в кавычках, конечно, но все-таки ее почему-то там иногда по подсчетам, там, послесудебной и исполнительной называют четвертой властью, в этом конфликте, как мне кажется, сегодня зарождается очень серьезный разговор о месте каждого из нас в этой самой стране, который и те, и другие называют нашей, который и те, и другие периодически, так сказать, клянутся в любви, в бесконечные, так сказать, как бы стремления сделать ее лучше и так далее. Подождите, делает лучше, давайте разберемся, кто из нас, как это должен делать, и не будем вмешиваться в дела друг друга. Вот, мне кажется, в этом есть некий позитивный итог. А то, что там с московским комсомольцами с Думой, московский комсомольц был и есть, и будет, а это и Думой, я думаю, надо думать о том, как трудоустраиваться. Володь, вот хотелось с тобой сейчас поговорить на тему, значит, выступления сегодня премьер-министра, его же, собственно говоря, как лидера Единой России перед аудиторией Единой России была сегодня такая вот лекция, которую Дмитрий Анатольевич Медведев прочел однопартийцам. Там было много чего интересного, в том числе, как раз вот та тема, которую мы только что с тобой обсуждали, где, вот, цитирую, значит, Медведев явно, намекая на конфликт Единой России и московского комсомольца, сказал, без хамства, но надо быть резкими и настойчивыми, в то же время оставаться доброжелательными. Нужно вести открытый диалог с журналистами, редакторами СМИ, причем позитивный диалог. Когда хамят, надо отвечать жестко, но цивилизованными способами, через суд, через правоохранительные процедуры. Ну, это вопрос, опять же, от той же самой несчастной Волги, которая продолжает впадать куда-нибудь. Окей. Потому что, понимаешь, вот если бы не было этой последней фразы, что через суд и так далее, можно было бы подумать, что это говорит не только не юрист, не только там не человек, когда-то бывший президентом, не только не лидер там правящей партии, а это говорит человек, который, так сказать, ну, совсем как бы не в материале, он не понимает, о чем говорит. Вот здесь ключевое слово суд. Не нравится, ребята, в суд. Все, что сказал сегодня Медведев, доказывает одну простую вещь, с которой мы начали сегодняшнюю передачу. При нынешней судебной системе, созданной этой системой, сама власть оказывается в заложниках. Они создали такую судебную систему, к которой они даже не могут обратиться, чтобы свою честь защитить. Ведь понимаешь, какая штука? То есть, вот, это по очень многим направлениям можно судить. Вот, например, по молодежи. Вот я сегодня был на, у нас пошли госэкзамены. И я сидел, слушал то, что они говорят, а думал совершенно о другом. Я думал о том, что вот, вот куда они сейчас пойдут, вот эти вот ребята, которых пять лет, так сказать, вот мы старались из них сделать журналистов. Они пойдут, если пойти по пути успешных, так называемых, сегодняшних журналистов, успешных каналов, то это волен прав. Они должны пойти в любой бордель, потому что надо будет продавать себя, свою голову, там, что у кого, чего есть, всячески пытаться лизнуть власть, всячески доказывать свою, так сказать, лояльность, и тогда, возможно, так сказать, хорошая карьера. Поумней, посовестливые люди, ну, начнут искать пути для того, чтобы из страны уехать. Большая часть поменяет профессию. Понимаешь, вот мы еще одно поколение теряем. Мы еще одно поколение теряем людей, которых мы выпускаем, не важно, журналистов, филологов, юристов, социологов и так далее. Но у них внутри нету вот той какой-то мощной и понятной основы, что вот я ответственен за то, что происходит в этой стране. Я и никто другой. Не важно, где я буду работать. К сожалению, сегодняшние люди, видя, что делает власть, судом, с выборами, опять же, с теми же СМИ пресловутыми, так сказать, средствами массовой информации, считают, ребят, зачем мне все это? Я не хочу вот играть, играть, в политику, там, в какие-то там ваши разборки, в болотную или не болотную площадь, не знаю, там, в нашистах, фашистах или еще в кого-то. Не надо мне этого. Я хочу спокойно жить, создавать семью, отвечать за нее. Но я хочу жить в стране, где я понимаю, что только потому, что я там не за того, а за того, или там голосую так или не так, я не буду выключен из вот этой простой, нехитрой схемы. Я работаю, я получаю деньги. Мало того, я стану изгоем, если я не буду уметь главного, что должны уметь сегодня молодые люди в нашей стране делать, воровать, а то и убивать. Воруй, жульничай, даже убивай, ты будешь наш, если ты будешь поддерживать наш. Вот что, к сожалению, своим поведением предлагает, какую схему поведения власть. Вот что меня сегодня пугало, так сказать, когда я глядел в глаза этим людям, понимая, куда они идут. Ну что ж, я все-таки вернусь к премьер-министру, волосы. Да я об этом, я об этом, понимаешь, я об этом. Они попали в капкан, который сами же поставили, уничтожив судебную систему, они говорят, ну а теперь давайте вот в суд идите, так сказать, товарищи единые россы, идите в суд. Даже в их судах им, их честь не защитят. Не защитят, потому что суды разучились этого делать. Если им прикажут, они защитят. Ну давайте звоночек тогда с ним. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ганила Семеновна. Алексей Германович, я вас сначала хочу поблагодарить за то, что по пятницам мы слушаем теперь Коцубинского. Я вообще его обожаю, журналист, а передачи по истории очень-очень полезны. Ну и замечательно. А господину Мухусеву я человек пожилой, но я хочу вам сказать, я в вас влюблена. Поплывается просто. И когда вы появляетесь на экране, вы для меня праздник. Вот я, например, сколько не слушала про смерть Березовского, но ведь никто четко не сказал, не связал его с тем, что он ведь привел Путина. Ни одного слова не слышала. И это очень редко бывает, когда четко и ясно можно что-то услышать. Больше я не хочу ничего говорить, потому что вы сами знаете, что сказать. Спасибо вам большое. И до передачи, Алексей Германович. Если бы не было этого канала, смотреть было бы нечего. До свидания. Спасибо вам. Здоровья вам. Вам спасибо, конечно. Ну, смотрите, есть много чего. Другое дело, что... Я вот, например, люблю фильмы о путешествиях. Ты не любишь фильмы о путешествиях? Я люблю просто путешествия. Видишь, как нас это сближает. Да, я просто люблю путешествия, но, к сожалению... Медведев сегодня говорит о том, что любые политические партии рано или поздно разваливаются. Что, например, случилось с Единой Россией... С КПСС. С КПСС. С КПСС. Не надо, оговорился. Да. Что даже самые крупные партии, например, КПСС, иногда исчезали. Чтобы этого не случилось с Единой Россией, нужно воспитывать молодые кадры, работать с активом, развивать гражданский университет. Это он, значит, объяснял... Лидер партии объяснял партии причины, по которым он собрал всех в среду и планирует собирать в будущем. Вот, скажи, это поможет? Молодой актив, вот, чтобы не развалилась Единая Россия. И вообще, существует ли вот в таком смысле, скажем так, Единая Россия, как некий такой инструмент, который объединяет большую часть населения? Ведь, собственно говоря, это действительно так. В партии стоит много людей. Да, вопрос очень серьезный. Но здесь мы должны, знаешь, вернуться к чему, как мне кажется? К сути того, с чего началась Единая Россия, как она собиралась. И я об этом вот сейчас немножко говорил, говоря о своих студентах. Ведь она собиралась не по идейным соображениям, да, вот, как даже коммунисты в свое время, там, РСД, РП и все эти дела, я уже забыл, конечно, но напрягусь, вспомню, как это все происходило, в каком там городе и так далее. То есть, это, по сути-то, вообще-то не партия. Это, по сути, так сказать, некое объединение людей, которые, извините меня, пожалуйста, так сказать, но если это будет потом судебный процесс, так сказать, я хочу объясниться, которые, как бы вам сказать, конечно, не все единороссы, воры или жулики, как их называют, так сказать, там, определенные благосферы, там и так далее. Нет. Но ведь все, кто единороссы, они знают, что они работают и объединены в партию, рядом работают и объединены с теми, кто жульничает и ворует. И когда принимается закон, который точно совершенно, как мне кажется, называется законом подлецов, то мы возвращаем в русский язык изначальное значение не оскорбления, а сути. Люди, готовые к подлости, ради каких-то там благ и так далее. То есть, вот в этом смысле объединение людей под названием «Единая Россия», как мне кажется, оно очень близко к своей кончине. И это скорее, так сказать, речь у открытого гроба Дмитрия Анатольевича Медведева, чем на встрече, так сказать, с людьми, у которых есть что-то впереди. Ты имеешь в виду в политическом смысле? В политическом смысле, конечно. Я полагаю, что «Единая Россия» как проект приходит к своему финалу. Что придет к нему на смену, потому что власть не собирается никуда уходить, это естественно и понятно. Я не знаю, но полагаю я, что выйдя сейчас на выборы, которые бы вот в это ближайшее воскресенье проходили под маркой «Единая Россия», и выборы были бы не чуровские, а честные, я полагаю, что они не набрали бы там и 2-3%. Поэтому сейчас у них одна цель – это смыть себя, скинуть вот этот пиджачок «Единой России» и втереться, так сказать, в некую либо другую организацию или пойти гордо, так сказать, зачем в парламент возвращаются выборы по мажоритарке. Почему нужны частные люди? Они прекрасно понимают, что не успеют до ближайших выборов а не создать партию либо движение, которое бы не дискредитировало себя вот этими бывшими членами «Единой России». Вот почему, так сказать, они сейчас будут этих самых людей распихивать в разные самые, так сказать, организации. Слушай, пожалуйста. Сейчас, секундочку, Леша. Это очень важно. Это плохо, Леша. Это плохо, потому что, если бы «Единая Россия» не клонировала себе подобных, типа там «Справедливая Россия» или еще кем-то, а как бы в противопазе, в противоречии с «Единой Россией» появилась бы не просто какая-то непонятная группа оппозиционеров, так сказать, два раза в год выходящие на митинги, а действительная политическая партия с другой идеологией, с другой программой, страна бы задышала. Я понимаю, что, так сказать, и там, и там были бы и подлецы, и там, и там были бы и жулики, и так далее. Но тогда было бы понятно, что вот мне сейчас плохо. Но не потому, что плохо, что у нас всегда-навсегда все будет плохо, а плохо, потому что я ошибся с выбором. Я не тех выбрал, а вот в следующий раз я уже не ошибусь. Конечно, это тоже некая в этом есть наивность, типа там демократы, республиканцы в США. Я это понимаю. Но я также прекрасно понимаю, что вот в этой истории, как минимум с двумя сильными партиями, существовало бы место и наше с тобой. Не потому, что кто-то из них покупал бы нас, а потому, что мы бы давали объективную картину. Объективную картину, когда одна партия власти дать невозможно. Либо ты официально или неофициально, но, так сказать, оппозиционер, то есть гад, тебя надо гновить и так далее. Либо ты проститутка. Нет тут другого пути для журналиста. Для существования, как минимум, диполяк, то есть как минимум двухполярного вот этого политического мира, место для нас с тобой есть. Потому что, ребята, мы не ваши и не ваши. Мы ничьи. Вот что важно в этой истории с Единой Россией. Потому что, повторяю, они неотвратительны. Вот здесь вот сидел Юрий Маркович Шмидт. Перед Новым годом была последняя передача Царства Небесного ушедшего. Последний вопрос, который я ему задал, когда вот так же до конца эфира было несколько минут. Скажите, пожалуйста, Юрий Маркович, а как вы считаете, нынешняя власть это только политические преступления или там, так сказать, недовольство, или это рано или поздно уголовный кодекс? Он сказал, конечно. И начал перечислять статьи, уж выше крыши звезда была в области юриспруденции, по которым можно было бы сажать ведущих и видных этих деятелей этой самой Единой России. Я его спросил в конце, а пошли бы защищать? На секунду у него вот так вот сжались кулаки. Он сказал, конечно. Все равно победил профессионал. Все равно победил профессионал. Понимаешь, все равно мы в одной стране. Даже ненавидя преступления, ненавидя преступников и так далее, все равно Юрий Маркович пошел бы защищать, в том числе там, я не знаю, Путина, Медведева, и Единую Россию целиком или там поштучно. Вот что важно. Важно, чтобы мы перестали держать кулаки сжатыми. А это можно будет только если, как нам задавал справедливый вопрос наш зритель, только в том случае, когда вернутся элементарные демократические институты. Выборы и так далее, но это уже пластинка. Пластинка, которая крутится, и мы все время сбиваемся на одну из дорожек. Ты меня заговорил, я уже не помню, что хотел тебя спросить. Давай к следующему вопросу наших телезрителей. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Алло. Говорите. Добрый вечер, господа. Вам не кажется, что вот как только продали красного Ленина, и Березовский помер? Это не месть ли с того света? И потом вопрос такой у Владимира. Вот все эти партии, они состоят из нашего народа. Где нам другой народ-то взять? И второй вопрос. Вот блестящий журналист Мамонтов, вам не пора выйти, Владимир, из окопов? Вы все время их осуждаете. Просто неприятно слушать. Как вам кажется? Вот хорошо бы было, если бы Хазбулатов у нас победил, а не Ельцин. Вы вообще представляете себе? О чем вы говорите? Ну, народ-то мудрее вас оказался. Спасибо. Подождите, не выходите. Только спокойно. Нет, нет, нет. Это же интереснейший вопрос. Спасибо вам за вопрос. Их много. У нас осталось 4 минутки. Поэтому по полминутки на каждой. Начну с конца. Вы знаете, мне бы очень не хотелось в 93-м году, а вернее в 95-м, когда должны были бы быть вы выборы, чтобы, конечно, победили не мы, не объединенная коалиция демократов, а победили бы коммунисты. Но я вот и тогда, и сегодня, возвращаясь ко всему, что произошло позже, могу вам сказать одно. Если бы вы выбрали на честных выборах в 95-м году не нас, а выбрали бы коммунистов, я бы подчинился этому решению. И сделал бы все, чтобы еще через 5 лет, так сказать, вернуться во власть. Ну, не во власть, но, может быть, так сказать, еще куда-то. Это то, что касается выборов. И ни при чем здесь ни Ельцин, ни Хазбулатов. Извините, я был внутри тогда всей этой истории, я бы мог вам рассказать и о том, и о другом. Теперь, что касается Мамонтова, да, вы уж меня, пожалуйста, извините, но я учу детей журналистики. И для меня Мамонтов – это большой подарок. Потому что, когда он появляется на экране, и потом мы это обсуждаем, а я обязательно заставляю смотреть своих детей не только тому, что мне нравится, а наоборот, заставляю смотреть то, что мне внутренне не нравится, никоим образом не навязывая им свое вот это отношение. Мамонтова для меня подарок. Потому что, во-первых, это, а, непрофессионально, б, это продажно. И в, что главное, когда была передача про Пусси Райт, дети на следующий день ко мне пришли и сказали, Владимир Викторович, вы нас извините, пожалуйста, это что, ваш единоверец? А до этого мы говорили про РПЦ, про веру, про то, что вот я ношу крест, так сказать, и считаю это важным, но чтобы это было у меня там внутри, а не снаружи, ну, был серьезный разговор по поводу религий. Его появление на экране не просто, так сказать, привело к тому, что в домах, так сказать, стало пахнуть серой, а его появление на экране, для огромного количества этого убеждено, абсолютно, судя по своим детям, молодых людей, закрыло двери храма. И это тоже дало мне возможность, так сказать, пытаться все-таки сказать, что Мамонтов, как защитник церкви, прости меня, Господи, это скорее, так сказать, тот самый дурак, который лоб разобьет, так сказать, если ему такую возможность дать. Что касается... Что-то еще там было? Там что-то было в начале, я уже тоже... Простите, ради бога, что я забыл, но повторяю, жалко, что вы ушли из эфира, не уходите. Интересно же общаться, а не просто отвечать, так сказать, пустому молчащему телефону. Володь, вот сообщение такого вот буквально сегодня... А, секундочку, был вопрос, так сказать, не хотели бы вернуться, конечно бы хотел, да кто же меня туда пустит, я официально запрещен уже 20 лет на телевизионном экране в Останкино. Вы разве этого не понимаете? И спасибо, Леша, что он меня сюда пригласил, я могу не только учить детей, но и что-то сам делать, так сказать, еще, надеюсь, буду делать на канале Вот. Хорошо, смотри, вот, тема тоже серьезная, требует много времени, у нас совсем его мало, но ты, может быть, как-то вскользь. Так вот, в Петербурге за последнее время, сейчас скажу, что это за время, за февраль, январь-февраль, рост преступности составил 9,9%. Рост? Рост. То есть на 10, практически, процентов выросла преступность в Санкт-Петербурге за январь-февраль 13-го года. Она не подразделяется на... Подразделяется. Выросло количество правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством, также больше регистрируется разбойных нападений и случаев умышленных причинений тяжкого вреда здоровью человека. Так вот. На 10% за два месяца. Печально это. От чего? Вот скажи мне. Ох! Из-за чего? Вопрос. Я полагаю, что здесь, опять же, как минимум две причины, их множество, но как минимум две причины. Первая причина, нет внутреннего ощущения у страны, что преступность это как бы вот дело маргинала. Ну, коль можно приступать закон сверху донизу, и это прежде всего делает власть, с Майами, со всеми делами мы это видим на экране, каждый день. Чего я-то буду, так сказать, думать, воровать мне или не воровать эту несчастную булку? Да пошли вы все, возьму и унесу, там, не знаю, булку, автоматом или что-то еще. Это первая, так сказать, история. То есть, нету потребности соблюдать закон, коль примеров для этого власть не дает. И второе, как мне кажется, к сожалению, моему большому извините, если я обижу сейчас кого-то, вольно либо невольно, но этого и не очень хотят правоохранители, хотя бы в силу того, что за последние 20 лет огромное количество профессионалов из органов, как мы говорим, они были выдавлены, потому что, как любят говорить все министры, включая Колокольцева, милиция или там полиция, это же часть нашей страны, это же часть нашего народа, плоть от плоти, плоть от плоти. Все правильно, но, к сожалению, плоть от плоти худшей его части этого самого народа. Володь, все, время вышло уже, спасибо тебе, напомню, Владимир Мукусев был у нас сегодня со своим особым взглядом, Володя, спасибо за этот взгляд, ну и встретимся, уважаемые сегодня телезрители, в 21.30. Спасибо.